доброго привет с вами во им зап сегодня не давай заново сегодня хотелось рассказать вам о посещении нами автоматик всем привет с вами у им зап меня зовут павел мастер приемщик сегодня к нам приехал на обслуживание автомобиль хендай аванта корейский с мотором g4 fd 16 литра достаточно редкий экземпляр для россии чисто корейская сборка причина обращения клиента стук в рулевой рейки он действительно присутствует когда сгоняли машину чувствуется при трогании при повороте руля характерный стук в районе рулевой рейки сегодня попробуем разобраться что с рулевой устранить в общем провести диагностику рулевого управления в этом нам поможет наш мастер михаил сейчас подойдет а мы совместными усилиями попробуем провести данный ремонт и так сейчас мы с вами продиагностируем рулевую рейку обнаружим в ней люфт характерный стук стук у нас в рулевой рейке вот в этой области вот здесь рулевая тяга где вкручиваться в шток рулевой рейки в этом сопряжении у нас есть данный стучок посему принимаем решение заменить рулевую рейку ремонт у нас не ремонтно пригоден но и скажем больше данная рейка есть у нас наличие новая стоимостью 12 половин тысяч всего плюс работы по замене и развал схождения все выходит 6 половин тысяч и того 19 тысяч рублей под ключ поэтому работаем рейка есть руки есть время есть все вперед так ну что всем привет меня зовут михаил компания вам зап меняем рейку на аванте на корейской лантре смотрите чтобы снять рейку изначально надо открутить ее от вала рулевого он находится у нас в салоне вам будет видно или нет вот он болт его надо открутить у вас вал поднимется вверх салона все больше нет не надо ничего откручивать и потом переходим на вниз посмотрите какие-то сняли открутили болт и сняли его что корейки все на этом здесь закончила переходим на низ первым на снять подрамник потому что рейка нас прикручена саму подрамнику изначально надо крутить рычаги это шаровая вот они гаечки нас стойки стабилизаторов нам надо открутить соответственно наконечники от кулака самого открутить подушку двигателя нижнюю надо открутить снять нажите резинку и открутить подрамник и все это у нас опускается вместе с рейкой сейчас это все видите все вот открутили потом все у нас снимается все двигается шаровые у нас тут целые плотненькие теперь снимаем стойки слова откручиваем только отсюда от самого амортизатора не надо откручивать вот открутили так просто сторону отводим и все нам этого вполне хватит плинт вытаскиваем и сама гайка для удобства некоторые снимают еще суппорт чтобы подлезть из большего места ну кому как удобно вот открутили вот он снимается эти наконечники тяги все хорошие но в ней идет стук из самой рейки теперь переходим к подушки нужно двигателя как я говорил снимаем резинку глушителя и приступаем к откручиванию подрамника тут два болта и две гайки тут не ошибетесь вы их увидите прикручена на подрамнику втулочки плотные еще просто пока снято удобно втулки менять стабилизатора ну что приступаем к самой рейке 4 болта под ключик на 17 подголовку и один под ключик 10 защита от глушителя от выхлопного корректора чтобы пыльник не сгорел вот наша рейка вот она новая все идентичное видите оригинальные рейки они идут уже с наконечками с тягами и даже почти в них выставлено развал схождения это немаловажный факт вот мы прикрутили ее обратно все держится все нормально все теперь смазываем две шпильки и отверстие под болты и ставим все обратно получается все в обратном порядке теперь собираем у нас хозяин еще привез два датчика bs откручиваем болт достаем дача не знаю по какой причине у меня два датчика сказал надо поменять два дачка bs видимо ошибка горит или передето они перебиты у него так что вот мы здесь его вытащили смотрите он где держится вот здесь там держится вот здесь прикручены вот прикручены на виде провод идет видом вот еще тоже под головой 12 вот они все и само соединение и вот там сам разъем его здесь нажали вытащился видите все сейчас теперь вытаскиваем здесь это все клипсодером аккуратно хотя можно не аккуратно фирма с датчик новый так что можете не переживать особо можете переживать за вот эти два болтика чтобы они не сломались потому что вам старые места это надо все вкручивать вот мы сверли один датчик bs с вами пойдемте покажем номер нового оригинального хозяин привез один номер и вот он второй они одинаковые просто в разные пачки хотя и тот и тот оригинал ну что берем новый наш обрез как видите мажем где скручивать у нас болты вот здесь тоже есть под болт тоже важен потому что здесь ломаются короче болты на них вот он составили снимите вот она как я вам говорил можете не переживать если ломается не все новое видите все новое сломается ничего страшного сразу был по ходу закручивать если даже вы захотите по-другому поставить вы просто не поставите по-другому здесь везде рисонаправляющие стоят все элементарно и просто и здесь как просто элементарно он вставляется только неудобно правда все даже защиту ничего не снимает потому что здесь видите как сам мягко все с одной стороны все теперь переходим все то же самое на другую сторону все ставим колеса и закручиваем салона и потом перегоняем его на развал смотрите приблизительно выставьте колеса ровно руль приблизительно ровно выставьте чтобы на развале меньше во времени потратили со схождением приблизительно ровно все равно вы точно не угадаете но меньше вам играться вот вот он да там шток рейки вал и просто его одевайте на лице видите об оделся вот ну все будет с колесами переставляете болт который вам показал спиро наживляете все затянули и переходим теперь на развальный стенд первое что делаем проверяем давление надо сделать вас тех четырех колес одинаковое давление на этих машинах оптимальное это 2 и 2 вот у человека 2 и 3 было 2 и 2 пока 3 колеса у человека нормально накачивать с колесами все в порядке не спускают значить выбираем программу это у нас хендайн так вот она аванта элантра с места года выпускалась выбираем ее хотя у нас 12 как видите у нас задняя часть машины на то стану стоит балка у нас там ничего не регулируется показания все в норме спереди у нас тоже развала не регулируется в норме продольный тоже в норме как я говорил вам схождение колеса у нас разъехали чуть-чуть его сейчас надо свести все что мы сделаем вот наше схождение видите сейчас мы это все выставим и принципе все берем два ключа нам понадобится на 24 это контргайка и и 15 чтобы крутить саму тягу вам нас колеса надо тяги чуть-чуть повыкручивать чуть-чуть подтянули и надо повиснуть на машине смотрим на показания вот они у нас изменились дальше редактируем это все что было и что стало сейчас проверяем затяжку контргаек у нас и на этом развал закончен снимаем все датчики и опускаем машину ну что завершили мы ремонт рейка заменена регулировка углов схождения колес выставлена заменили еще датчики abs потому что была проблема с адвеской наш корейский автомобиль готов для эксплуатации по российским дорогам будем надеяться что человек останется доволен клиент будет приезжать нам только на то но случае каких-то проблем всегда рады принять разобраться каких-то интересных ситуациях поэтому если есть какие-то проблемы с автомобилями не стеснялись обращайтесь всегда рады каким-то нестандартным проблемам подписывайтесь на наш канал всем удачи и не ломайтесь если ты крутой специалист и уверен в своих силах то это видео точно для тебя компания уэмзап уже более 10 лет на рынке предоставления сервисных услуг за это время удалось полностью изучить все особенности по ремонту эксплуатации и обслуживания автомобилей марки хендай киа мы наработали большую клиентскую базу регулярные машины заезды большое количество работ но так или иначе основа любого дела предоставление услуг это руки следствия но в первую очередь когда приходишь на работу автосервис что интересует интересует если работа потому что от работы зависит зарплата платят вовремя один раз в неделю и до вовремя задержек никогда нету лучше чем официалов сумму меня в принципе устраивает работы на самом деле много очень цех всегда полный пустым не бывает у нас даже иногда нет времени пообедать части всегда у нас есть наличие что-то сломалось у клиента не надо ждать два-три дня течение дня это все доставляет то подъемники не зависали мы выявили для себя сильные стороны как создать лучшие условия для своих сотрудников прям зона все тепло отапливается когда тепло нигде не дует она убирается каждый день идет уборка есть специальные люди которые убирают за нами если там разлили посыпали опилками все это подмели убрали всегда чисто машина только уезжает с подъемника и сразу пока еще следующее не заехал место уже чисто и убрано все сухо дона отдыха до полностью оборудована то есть есть микроволновка холодильник есть есть продукт продукты которые вы принесете с дома они не пропадут и есть недалеко столовая где можно тоже покушать вкусно как дома стиральная машинка есть есть не нужно грязную рабочую одежду тащить домой убивать свою стиральную машинку домашнюю заслу выслушивать крики от жены полет душевая это соответственно конечно есть все можно зайти в душ помыться горячая вода есть все это есть в общем то все отлично мы как шестеренки большом механизме весь коллектив профессиональный каждый на своем месте каждый замотивирует связи с расширением и открытием нового сервисного центра омзап приглашаем на работу квалифицированных специалистов мотористов автослесарей автомехаников автоэлектриков диагностов для сотрудничества